Вы знаете, одним из популярных литературных или кинематографических жанров являются детективные произведения. Интересно, что в русском языке слово, само название детектив, оно пришло из английского языка, где слово detect означает открывать или обнаруживать. Ну, между прочим, это главное в детективных произведениях, где тайна раскрыта, справедливость восторжествует, преступник опознан, как правило, задержан и осужден. Ну и читатель или зритель получают удовлетворение от того, что все расставлено по местам. Друзья, это универсальное человеческое желание во всем добиться справедливости, все расставить по местам. Ну, еще одна деталь по вопросу справедливости. Если бы вам дали чистый лист бумаги и попросили написать имена людей, которые сделали вам что-то плохое. Ну вот, большинству из нас не оставило бы труда заполнить, может быть, страницу. Точно так мы можем составить список людей, которым и мы сделали что-то плохое. Согласитесь, большинство из проступков остаются незамеченными. Иногда, как незалеченные раны, они гноятся. Многие взрослые люди до сих пор могут назвать имя задиры в своем классе или имя плохого учителя математики и литературы, который сделал одно или другое, когда вам было 10 лет или, может быть, даже раньше. Во многих семьях есть братья и сестры или родственники, которые не разговаривают из-за того, что произошло много лет назад, а может быть, даже и десятилетий. Это называется инстинкт справедливости, который так глубоко живет в нас. Универсальное человеческое чувство. Если это неправильно, нужно что-то делать, как-то исправить ситуацию. И да, друзья, мы все с вами знаем, что нужно исправить. Однако, все мы знаем и другое. Исправить ситуацию бывает очень нелегко, а иногда исправить ситуацию бывает просто невозможно. Учитель может разобраться с детьми, которые поссорились на игровой площадке или в классе, а может и не разобраться. Родители могут примирить ссорящихся братьев и сестер, могут их не примирить. Дипломаты, миротворцы могут собрать все стороны за столом и выработать соглашение, но часто мир так и не приходит. Друзья, мы все знаем, что справедливость, она важна. Но нам всем трудно, а иногда просто невозможно ее добиться. Другими словами, когда мы видим, что справедливость служит указателем, указывающим на то, что является основополагающим или существенным для нашей с вами жизни. И в то же самое время, друзья, мы видим, как этот указатель не работает. Поскольку, как бы мы ни старались, друзья, соответствовать идеалу, иногда мы терпим неудачу. И часто таким образом сами, добивая справедливости, порождаем еще большую несправедливость. Как объяснить это напряжение, лежащее в основе многих наших проблем? Вот мое желание о сегодня предложить несколько мыслей по этим вопросам из целой книги, из книги Евангелия от Иоанна. Я прошу вас выслушать первый отрывок, это третья глава с 18 стиха до 21 стиха. Итак, Евангелие от Иоанна, третья глава с 18 стиха. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». Друзья, согласитесь, что третья глава Евангелия от Иоанна, она очень многим известна. Известно вот этим многими любимым золотым стихом, третья глава, 16 стих, о том, что Бог вот так возлюбил мир, что послал Сына Своего, чтобы спасти этот мир. Однако, друзья, вот мы с вами прочитали, за тем, что написано о любви Бога, сразу следует заявление о справедливости Божьей. Оказывается, Божий свет, он обличит, он откроет, он сделает известными злые дела, творимые во тьме. И поскольку, друзья, отрывок 1,16 стихом, мы понимаем, что справедливость, о которой говорит Господь, это проявление Божьей любви. Таким образом, пришествие Божьего света и любви в мир означает, что Бог в конце концов все расставит по своим местам. Речь идет об окончательном свершении суда, которое в понимании вот автора этой книги, Иоанна, было высшим откровением справедливости. Послушайте еще один отрывок, это 5 глава с 22 стиха. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божьего и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий». Итак, друзья, вот что я хочу сказать. Евангелие от Иоанна изображает Бога, который глубоко заботится о справедливости. Этот момент является основополагающим. Дело в том, что мы люди, созданные по образу и по подобию Божью, а вот внутри себя мы имеем сильный отголосок этого стремления к справедливости. Только в Боге это стремление является полным и совершенным. И вот часть большой надежды, которую дает христианская вера, друзья, это знание того, что Бог не позволит несправедливости сказать последнее слово. Бог не позволит несправедливости сказать последнее слово. И это центральный момент благовестия Евангелия. Поэтому очень важно помнить, что жизнь нашего Спасителя – это история о том, как весь мир, а испорченный мир, наконец-то исправляется. Евангелие повествует о том, как Бог, Создатель, желает, чтобы все было улажено, выправлено. И через жизнь Христа мы узнаем, что Он сделал для этого. Однако в истории Бога о том, что справедливость восторжествует, не все так просто. Потому что при изучении жизни нашего Спасителя мы сталкиваемся с двумя темными реальностями повествования. Первая реальность повествования, друзья, это то, что Иисус Сам становится жертвой несправедливости. И вторая реальность – это сила противника, которая создает и усугубляет несправедливость в этом мире. Итак, в нашем внимании большая история Евангелия от Иоанна. И вы знаете, вот апостол написал так, чтобы показать, как по мере развития евангельского повествования, ну, становится ясно, что оказывается, вот сам Иисус в некотором смысле находится на суде. То есть, друзья, Его постоянно обвиняют. И на самом деле это очень важная деталь. А знаете, вот некоторым людям приходится бороться с чувством гнева или ярости из-за несправедливости, от которой, ну, к примеру, они пострадали. Кого-то ложно обвинили, кого-то физически или эмоционально обидели. И вот знаете, одна из самых искупительных идей христианства заключается в том, что Иисус Христос сам страдал от подобной несправедливости. На первый взгляд, это, ну, не слишком обнадеживающее послание. Однако, друзья, повествование, в конце концов, помогает нам понять, где находится Бог. Библия говорит, что когда совершается несправедливость, Бог всегда на стороне жертвы. Когда случается несправедливость, Бог всегда на стороне жертвы. Давайте проследим эту историю, то, как написал ее венгелист Иоанн. Исцеление в купальне Бефеза, я думаю, помните это событие. Человек болеет 38 лет, а Господь подходит к нему, спрашивает ли его, ну, хочет ли он быть здоров. Он начинает разговор, отвечает ему и говорит, что, оказывается, нет ни одного человека, нет помощника, который, ну, смог бы помочь ему спуститься в купальню, в этот бассейн. И вот так просто Иисус исцеляет этого человека. Интересно, вот, пусть твань Иоанна в том, что вот именно это действие, а именно это действие исцеления вот в купальне Бефеза, оно вызывает очень бурную реакцию. Ну, представьте себе, друзья, за это исцеление Иисуса ищут убить. Вот так вот написано, истали иудеи гнать Иисуса, искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Я напомнил сюжет, который выстраивает Иоанн. Иисус сам находится на суде. То есть вот событие, да, друзья, исцеление больного человека в купальне Бефеза, и на него сыпятся обвинения. Первое обвинение, да, друзья, то, что он исцеляет в субботу. Развиваются события, друзья, дальше Христа называют человеком, в котором живет бес. То есть Христа называют бесноватым. Друзья, его называют человеком, который обманывает и вводит заблуждение. А послушайте, много толков было о нем в народе. Одни говорили, он добр, а другие говорили, нет, он обольщает, он обманывает народ. Знаете, вот это вот обвинение, обольщать, обманывать народ, вот в иудейской культуре, друзья, это серьезное обвинение. Ну, вспомните книгу «Второзаконие», где написано о людях, которые уводят народ в сторону. Друзья, это обвинение из книги «Второзаконие». И так Христа обвиняют и говорят о том, что он бесноватый человек. Христа обвиняют о том, что он обманывает, уводит народ. Вот, то есть после исцеления в купальне Вефезда. То есть все эти детали показаны автором. То есть мы должны увидеть Господа на суде, Иисуса Христа на суде. А люди пытаются разобраться. А люди, которые все это видят, которые в этом участвуют, они пытаются добиться справедливости, они пытаются расставить все по местам. Вы знаете, дело в том, что сам Иисус вот обстановку воспринимает именно так. И поэтому он обращается к людям и, к примеру, говорит, не судите по наружности, судите судом праведным. Или он говорит, что вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу, то суд мой истинен. Потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А дальше вот в Пуествании Иоанна есть очень интересный отрывок. Я тоже думаю, это одна из любимых глав, которые мы читаем вот в этом Евангелии. Это восьмая глава. И если вы помните, это история одного конкретного обвинения. Это попытка побить камнями женщину, застигнутую на месте грехопрелюбодьяния. Конечно, вот среди множества аспектов этой истории, включая это необычное зрелище, где Господь сидит на корточках и пишет пальцем в пыли, мы находим в частности вопрос о том, ну вот как все-таки будет выглядеть правосудие. Как будет выглядеть справедливость в этой ситуации. Вот эта вот толпа, цинично манипулируя опасным положением женщины, в действительности явно надеется выдвинуть обвинение не столько против нее, сколько против Иисуса. Будет ли Христос соблюдать закон Моисея или нет? Итак, обвинение снова направлено на Христа. Однако, друзья, драматически предвосхищая возможную развязку всей евангельской истории, Христос переводит обвинение простым-простым предложением. Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень. Другими словами, теперь он обвинитель. Теперь он обвиняет людей, обвиняет людей в грехе и лицемерии. И люди это хорошо поняли. Они просто разошлись. Но вот этот вопрос, кто виноват, на ком вина, друзья, он остается как бы в воздухе. Проходит совсем немного времени, и вопрос, который Иисус задавал толпе о женщине, теперь превращается в вызов. То есть вы обвиняли женщину в грехе, а теперь Христос обращается к людям и говорит, кто из вас обвинит меня в неправедности? Кто из вас обвинит меня в грехе? Друзья, еще раз подумайте об авторе. О евангелистиане, который пишет свою Евангелие, передает нам обстановку. И вот такая вот обстановка, в которой люди продолжают упорствовать. Послушайте, что говорят о Христе. На это иудеи отвечали и сказали Христу, «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин, и что бес в тебе?» Иудеи сказали ему, «Теперь узнали мы, что бес в тебе». Это то, что люди говорят Господу. Вот так неизбежно. В повествовании Евангелия от Иоанна вопрос приходит к дьяволу. И теперь вопрос о справедливости. Вопрос о высшем суде. Апостол Иоанн переносит в другую сферу. Дело в том, что Господь тоже произносит это имя. Произносит имя дьявол. И он говорит людям, «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи». Друзья, что происходит? И почему именно дьявол? Знаете, вот значение имени дьявол своими корнями восходит к слову, которое означает обвинитель, клеветник. То есть при этом он говорит ложь. И знаете, вот ирония повествования, может быть, Евангелие заключается в том, что вот эта вот толпа, которая пытается обвинить Иисуса, а в том числе обвинить в том, что он бесноват, она сама выполняет работу обвинителя. Она сама выполняет работу дьявола. Друзья, вот отсюда, именно отсюда вся сложность, которая окончательно разрешится только в конце истории. На данном этапе повествования Евангелисты Иоанна, ну ясно, что повествование действительно затрагивает самый большой вопрос о справедливости. Повествование затрагивает вопрос о желании людей. Даже тех людей, которые обвиняют Христа, чтобы в конце концов все было исправлено. И мы с вами продолжаем спрашивать уже не просто о справедливости, а о том, как добиться справедливости в таком мире, как наш. В мире, где так легко стать на сторону дьявола. Наш Господь действительно говорит, что Его миссия заключается в том, чтобы разобраться во всем и прояснить, как обстоят дела. 9 глава, 39 стих. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир этот, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. То есть Господь очень хочет, чтобы люди увидели. Когда вы читаете, начинайте спрашивать, Господи, а что это значит? А как Иисус будет это делать? Вот разве сама справедливость не подразумевает, что в конце концов все увидят и поймут, даже если это им не понравится. И в частности, как будет выиграна или проиграна вот эта вот духовная битва, ведь именно она сейчас все больше становится реальной проблемой. Вы знаете, все эти вопросы, они связаны, и отчасти ответ на них таков. Ну подождите, читайте дальше. Суд и распятие самого нашего Иисуса Христа, вот эти сами события станут толчком к созданию нового творения, нового образа бытия. А пока при чтении Евангелия, друзья, нам приходится углубляться в темную сторону всей этой истории. Дело в том, что вот евангелист Иоанн очень хорошо и мудро ведет нас к тому моменту, когда будет назван настоящий противник, когда будет назван настоящий виновник. 12 глава, 31-32 стихи. «Ныне суд миру этому, ныне князь мира сего, изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Послушайте, друзья, внимательно. «Князь мира этого» или «правитель этого мира». Вот истинный виновник. Вот темная сила, стоящая за злом и смертью, темная сила, стоящая за всем, что испортило добрый Божий мир. Знаете, вот эта вот сцена, простите, такой вот пример, она похожа на вот такой вот, может быть, театральный переворот, когда вот режиссер в какой-то определенный, вот очень точный и нужный момент, он внезапно меняет освещение. И, может быть, на сцене мы, наконец-то, когда перемещается свет, мы начинаем видеть настоящего злодея, который всегда на этой сцене был, но он находился в тени, только теперь на него светит свет. Когда настало правильное время, Иисус открывает эту новую тему. Друзья, есть сила, есть темная сила, которая должна быть побеждена. И это, наконец, раскрывает, как теперь будет происходить настоящий судебный процесс, как будет вершиться высшая справедливость. Поэтому, друзья, совсем неудивительно, что мы с вами, люди, не можем разобраться в этом мире. Совсем неудивительно, что мы, люди, не всегда можем добиться справедливости, ведь здесь замешаны более великие, более темные силы. Иными словами, друзья, история Библии – это не просто история человеческой правосудии, речь идет о темной силе, силе без настоящего имени, друзья, это князь мира. Темная сила, обвинитель, сатана, а тень, несущая саму смерть, стоит за всей несправедливостью и злом в этом мире. Посмотрите на жизнь Спасителя, как ее показывает Евангелие, друзья. Он сам находится на суде. Свидетели выстраиваются в очередь, чтобы дать показания. Заговорщики замышляют против Него. Ведь в Евангелии Иисус Христос показан, как настоящий злодей, а затем распят. Ибо, сказываю вам, что должно исполниться на мне, и сему написано, и к злодеям причтен был, причислен к преступникам. Момент правосудия, момент справедливости в казни Иисуса Христа искажен. Невиновного казнили, как преступника. Однако, ведь смысл повествования заключается в том, что именно этот момент, момент высшей несправедливости, приведет к победе Творца над самой темной силой. Господь возьмет на себя Божий суд над злом, и Господь предупреждает своих последователей уже немного не говорить с вами. Это 14 глава, 13 стих. Я тоже, думаю, очень интересный текст. Послушайте, ибо идет князь мира этого во мне не имеет ничего. Господь говорит недолго времени, и мне осталось говорить с вами. Князь этого мира, он близок, и нет у него власти надо мной. Друзья, вот здесь есть два фона. Для того, чтобы понять библийский текст, есть два фона. На первом фоне, что имеет в виду Господь? Господь, конечно, имеет в виду Рим. Это римская власть. В конце концов, он скоро предстанет перед Понтием Пилатом, то есть князь мира сего близко. Христос предстанет перед Понтием Пилатом, а Понтий Пилат – это олицетворение власти Рима. Однако, вот Пилат, он будет просто проводником. Он будет просто рупором сверхчеловеческой силы, которая живет несправедливостью, которая процветает на несправедливости и которая воплощает несправедливость. Друзья, именно на это состязание приглашает нас взглянуть Иоанн. И это придает смысл всем предыдущим намекам в этой истории. И так, чья же справедливость все-таки победит? Я начинаю отвечать на этот вопрос, подводя итоги жизни нашего Господа, ведущей к этому моменту. Праведный, справедливый суд действительно грядет. И основное намерение нашего Господа – спасти мир. Однако, оно имеет своим необходимым следствием вынесение приговора всему, что этот мир разрушает. 12 глава Евангелия Тиана, 47 стиха. «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его – есть жизнь вечная. И так, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец». Вы знаете, друзья, вот книги, которые повествуют нам о жизни Господа, называются «Евангелие». Но ведь Евангелие – это все-таки благая весть. И как интересно, друзья, должно это все сочетаться в нашем разуме, в нашем с вами понимании, когда, в принципе, книги несут, говорят о благой вести. Почему же здесь говорится о суде? Мы с вами прочитали этот 48 стих, что будет судить его в последний день. Когда читаешь Евангелие, это совсем не то, что ты хочешь услышать. Особенно, друзья, если вы, читатели, ищете утешения, мира и надежды. Однако, вот в Евангелие Теана вот эти вот изречения Иисуса, они не случайны. Они выражают нечто абсолютно центральное, вот в замысле. Вы знаете, я начал вот с рассказа о детективах, в конце которых, ну или почему люди любят детективы, детективные произведения. А потому что в конце читатели получают удовлетворение от того, что все разрешилось. Может, такой блеклый пример того, вот что это значит, почему Господь говорит о суде, о том, что будет судить в последний день. То есть что-то похожее мы должны увидеть здесь. Господь говорит о том, что зло будет осуждено. Бог не даст несправедливости сказать последнее слово. Однако, чтобы достичь этих целей, спаситель должен пройти темную дорогу. Трудность, с которой мы с вами часто сталкиваемся при чтении вот такой книг, как Евангелие Теана, заключается в том, что вот она, как нам кажется, не соответствует ожидаемой нами сюжетной линии. То есть мы ожидаем услышать о спасении, о духовной жизни, о любви Божьей, но почему-то не о суде. Однако, друзья, вот в свете того, что говорит текст, мы начинаем понимать всю Библию. В свете того, что говорит текст, мы начинаем понимать всю Библию. Бог Творец сотворил этот мир хорошим. И Бог Творец скорбит о нечестии в этом мире. Бог любит этот мир. И вот Евангелие заключается в том, что Бог намерен этот мир исправить, Бог намерен этот мир искупить. То есть зарождается новое творение, новая жизнь. И Божье Слово, которое в первой главе о книге Библии, оно оживило творение, оно теперь приходит к нам, чтобы жить среди нас. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодать и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Друзья, именно вот этим вот образом, именно таким образом Евангелие Триана вписывается в повествование всей Библии. Еще раз повторю, друзья, что Бог не позволит злу и несправедливости сказать последнее слово. И вот апостол Иоанн, как и все первые последствия нашего Господа, он явно понимает, что история, его история, это история о том, как божественное намерение, оно, наконец, начинает исполняться. И о том, как благодаря событиям жизни Спасителя рождается мир, исполненный справедливости. Теперь, наконец, появилась возможность все исправить. Это одна из причин, почему вот Евангелие Триана начинается с такой странной фразы в начале. Я думаю, как автор, он очень хотел, чтобы в этом мы с вами могли увидеть связь. Связь с первой главой книги «Бытие». То есть точно так начинается Библия. Вы знаете, вот, ну, к сожалению, к сожалению, начало Библии, оно стало какого-то рода местом охоты для многих людей, вот, особенно в современном мире, которые вот от Библии ожидают, ну, каких-то фактов, может быть, фактов о створении мира, фактов о возрасте Земли. Ну, мы пытаемся как-то противостоять рационализму или материализму. Почему я говорю, друзья, что вот это, к сожалению, к сожалению, мы так вот читаем первую главу книги «Бытие». Дело в том, что книгу «Бытие» изначально так не читали. Вот книгу «Бытие» так не читали, не читали жители древнего Израиля, а не читали, скажем, жители древнего Рима, Греции, Египта или Вавилона. Дело в том, что каждая из этих культур имела свою теорию происхождения мира. И вот интересно, друзья, что все-таки книга «Бытие» противоречила всем истории. А знаете, в чем противоречила, друзья? Противоречила именно в том, что окружающий нас мир был создан очень хорошим и был создан очень добрым Богом. А в культурах Рима, Греции, Египта, Вавилона, в многих других культурах, друзья, этот мир создает плохой Бог. То есть плохой мир создает плохой Бог. А в Священном Писании, друзья, Библия говорит о том, что хороший Бог сотворил хороший мир. В это трудно поверить. Что ж, читайте дальше, друзья, Библию, и все становится еще сложнее. Но в книге Бытье древние израильтяне начинали рассказывать свою собственную великую историю. А историю длинную, сложную историю Авраама и его потомков, а предварив эту историю, вот эта еще более великая история, история о том, что это был добрый Бог, о Котором сотворил добрый мир. Как только, друзья, они это сделали, смысл истории Израиля, он связан с историей о добром Боге и его хорошем, но несовершенном творении и в абсолютном непоколебимом намерении в конце концов это творение исправить, это творение искупить. Но мы продолжаем спрашивать, друзья, как же все-таки должно все это происходить или как это происходит. И вы знаете, вот Господь говорит ясно, и вот одна из прекрасных вещей, которая отличает христианскую веру, идею справедливости от других, она заключается в том, что христианская идея все-таки предполагает наше с вами участие. Оказывается, и мы, последователи нашего Господа Иисуса Христа, участвуем в том, чтобы этот мир исправлялся. Вы знаете, когда Господь сделает то, что Он должен сделать, Он посылает своего Духа на последователей, чтобы через наше свидетельство родилась новая справедливость. И Дух Святой придя обличит мир о грехе, о праведности и о суде, о грехе, что не верует в Меня, о праведности, что я иду к Отцу Моему и уже не увидите Меня, и о суде, что князь мира сего осужден. Вы знаете, друзья, вот благодаря вот этому удивительному видению Иисус, Он ставит перед Своими посоветелями задачу. И эту задачу сегодня мы с вами разделяем. Задача показать этому миру в то, что Он неправ. Только как христианину доказать, что этот мир неправ, друзья? У нас ответ только один. Следуя за Господом. Только следуя за Христом, друзья, мы сможем это сделать. Только став для мира тем, кем Господь был для Израиля. Как послал Меня Отец, так и Я послаю вас в мир. Его народ сегодня послан в мир, как носитель света, чтобы противостоять силам, раздирающим мир с вестью о том, что есть другая справедливость, и что она уже выиграла свое дело. Итак, друзья, чья же справедливость побеждает? Победа вот Иисуса Христа в Евангелии Иоанна, конечно, состоит из суда перед Понтием Пилатом. Интересно, что когда мы читаем в Евангелии от Иоанна об этом суде, к примеру, слово правосудие, слово справедливость ни разу не встречается, но вот явно то, к чему движется сюжет всего Евангелия. В разговоре Христа и Пилата нам даются три больших темы царство, истина и сила. Друзья, и всякий раз, вот когда разговор заходит о справедливости, мы сталкиваемся именно с этими темами, кто главный, то есть, чье это царство, какова истина вот в этом вопросе и кто обладает властью, чтобы привести ее в исполнение. Почитайте историю суда Христа перед Пилатом и вы заметите, что кажется, что царство истина и сила именно у Пилата. Как, впрочем, с одной точки зрения, друзья, действительно было так. И, между прочим, Господь признает это. И Христос признает, что Бог Творец вот действительно вот так устроил мир. А Бог Творец действительно намерен, чтобы человеческие власти, чтобы люди контролировали его мир. Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Знаете, напряжение нарастает, когда первосвященники заявляют Пилату, то, что нет у нас царя, кроме Кесаря. И Иисус вот этой ужасающей насмешкой публично объявляется царем иудейским через плакат, который прикреплен над его головой. А знаете, друзья, почему так написана история? Для чего написана вот история именно так, чтобы показать вопиющую несправедливость смерти Христа? Ведь весь смысл истории, который показывает нам Евангелие вот под этим углом заключается в том, что в распятии нашего Господа мы должны увидеть мир, в котором мы с вами живем. В распятии нашего Господа мы с вами должны увидеть мир, в который мы знаем. Мир, где все мы хотим справедливости. Но в этом мире справедливости нет. Мир, где побеждает несправедливость, где, простите, хулиганы и власть имеющие делают то, что хотят, и это им сходит с рук. Друзья, это мир, в котором мы с вами живем. Что бы ни происходило в мире, друзья, какой бы ни была вопиющая несправедливость, посмотрите на крест Христа. Вы все это увидите там. То есть распятие Христа увидите то, что происходит сегодня. Это мир, в котором мы живем. Друзья, именно этот мир, это мир, в который пришло воплощенное слово. Воплощенное слово, чтобы провозгласить, чтобы воплотить другой вид справедливости, справедливости восстановительной, справедливости, в которой настоящий источник зла, темная сила, стоящая за предательством Иуды, заговором первосвященников, цинизмом римского правителя, но сначала выявляется и получает возможность совершить свое худшее, а затем побеждается и лишается своей силы. Все это, конечно, друзья, зависит от воскресения, от воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Знаете, на протяжении всего евангельского повествования есть намеки на более глубокую справедливость, чем кто-либо мог еще себе представить. Друзья, вот справедливость в Евангелиях, в жизни Господа, это восстановление творений, это возвращение вещей на свои места. И мы читаем и понимаем, что несправедливо распятый Христос, Он воскреснет из мертвых. Еще раз повторю, друзья, что Бог не позволит несправедливости сказать последнее слово. Воскресение Господа не возвращает нас в Эдемский сад, хотя, быть может, эта интересная встреча Иисуса с Марией Магдалиной имеет отдаленные отголоски Эдемского сада. Однако, воскресение Христа вводит нас в совершенно новый мир. Представьте себе, друзья, мир, в котором смерти, как таковой, больше не будет. Мир, в котором новый вид справедливости восторжествовал над старыми формами, формами, которые, как мы все знаем, подводили нас снова и снова. Мир, в котором Дух поручает и наделяет тех, кто следует за Иисусом, быть людьми нового творения, людьми справедливости, людьми, дающими надежду этому миру, в котором все еще царит несправедливость. Друзья, вот это вот новое творение совершается через присутствие нашего Господа Иисуса Христа, друзья, но в высшей степени, как говорят в Евангелии, друзья, через Его смерть. Ибо когда я вознесен буду от земли, я всех привлеку к себе. Мы с вами приближаемся к Пасхе, друзья, буквально через несколько недель будет Пасха. И, знаете, когда мы читаем любое из Евангелий, я думаю, очень интересно обратить внимание на следующую деталь, которую оставляют нам евангелисты. Вот особенно евангелисты, друзья, вы помните, что Евангелие Иоанна, оно не заканчивается воскресением Господа, не так ли? Там есть еще одна дополнительная 21 глава. Это тоже очень интересная идея для нас с вами, друзья, что воскресение это не конец истории. Друзья, это начало. Воскресение Господа это новый поворот. Я думаю, поскольку мы с вами движемся к Пасхе, справедливо будет отметить, что самый большой христианский праздник это не Рождество. Как бы вы сильно не любили Рождество, друзья, акцент Нового Завета в другом. Акцент Нового Завета в воскресении Христа. Послушайте библейский текст. 2 Тимофея, 2 глава, 8 стих. Я думаю, интересен текст, чем мы с вами получаем ответ, друзья, почему мы собираемся в воскресенье в субботу. То есть, как так произошло, что вот эта креугольная заповедь этого завета, заповедь о субботе, она как-то перешла вот в воскресенье. Послушайте, пожалуйста, очень интересные слова. Их очень легко не заметить или просто перечитать. А Павел говорит Тимофею «Помни». Друзья, вы помните, как начинается заповедь о субботе? Помни день субботний. Друзья, апостол Павел Тимофею говорит следующее «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых». Вот наше основание, друзья. Вот все акценты Нового Завета. Воскресение Господа Иисуса Христа это креугольный камень. нашего с вами учения. Это креугольный камень нашей с вами веры. И мы с вами движемся вот к этому событию, к самому великому христианскому празднику, празднику воскресения нашего Господа. Слава Богу за это. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова